Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1144. События дня. Ио 31-33. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся у большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня. Я молчал бы и не выходил бы за двери. И за 3 февраля 2019 года. Вот вот наше объявление, которое можно дать и другим. В нашей Барнаульской-Крестово-Звиженской общине в возрасте 42 лет умерла дробот Анастасия Валерьевна. Осталось четверо детей. Янапа, день рождения Иван и Просинья Нестор. Муж глухонемой, Андрей. Ну и тут сразу ролики выставили, как Анастасия выпросила у Бога 10 лет жизни. И они уже прошли. Вот как. Отпевание ее два ролика стоит, и поминки в Анастасии дробот. Есть у людей желание помощь оказывать, просят адрес. Ну вот, пожалуйста, адрес. И вот ответ, куда помощь можно направлять, что община доверила это все Галине. Для других, кто будет спрашивать номер, вот он, внизу красный. Ну вот вчера у нас воскресный день был. Это за прошлый день уже мы ожидали, что может приедет в митрополию. И там обещал приехать, отслужить у нас. А почему собрались? Батюшке Ацуакиму ровно 40 лет. День в день. С четвертого уроку полагали, как раз завершение третьего священный сан священникам. И он 40 лет. Но это не все. У нас в первое воскресенье февраля отмечается начало работы нашего сайта. Ну, я все это засчитал. Еще до этого было. Ну и понятно, что... Вот я даже могу сейчас засчитать православный библейский сайт. Ну, во свете Библии называется. Он был создан 21 января 2009 года. То есть, нынче исполняется ровно 10 лет. Сайт. Там помещены были книги, больше ничего не было. Дальше. Мой мир. Mail.ru. 28 января 2010 года. То есть, ну, через неделю буквально открыли. На нем у нас 22 тысячи 413 фотографий. Форум был основан 7 февраля 2010 года. А, так это мой мир на год позже. На год. А это 10, 7, 2. Ну, а тут поближе как-то. Это 10 год. Ну, хоть у нас что получается это? Ага, 01. Ну, да. 1-го, это 2-го. В феврале. Форум с миром рядом. И видеоканал был создан 21-го. Там 1000 в форме 1600 тем подробных. Ну, и канал «Восвяти и Библии», открытый МОКом Игнатий Лапкин. 21 декабря 2012 года. Вот будет 7 лет. У нас 30 тысяч и 84 подписчика. Просмотров 29 миллионов 930 тысяч. Ну, 30, считай, уже миллионов. Завтра будет столько. 13 тысяч 930 роликов. 13 тысяч. И вот интересно, я посмотрел, самые популярные какие. Самые-самые. Расчет. Никогда не думал. Я рассчитывался, бульдозерист работал. 704 тысячи. Ну, конечно, где миллионы, там ничего. Так это наши клиенты. Не просто так. Завтракаем. Вот это любят, где обедаем. 688 тысяч. Гусеница слетела. Тоже. Что там смотреть? Я мог и не записывать, если бы не было с собой. Записал 590 тысяч. Вот так. Я не гляжу, пусть я-то не видать. Здесь шершень-то сколько. Где-то больше еще. Завтракать 362. Ну, такой вот проповедник Игла стихотворения 302. Полиция была из-за Тимоши Батугина 236 тысяч. Так. Тут что-то не совсем я и понимаю. Игорь, что-то. 219 тысяч. Ну, и так дальше идет. Живите в деревне. Хороший. 194 тысяч. Опять завтрак 192. Баптисты приезжали. 186. Дрова колет. Игорь Глушков. И то 167 тысяч. И опять обед на Южном. 154 тысячи. Еще обед. 150. Обед. Вот так. Это я специально показать. Потому что день сайта потащил за собой и другое. Грейдер там где был. Такой уже. Златоуст на самом последнем месте стоит. Златоуст. Интересно тоже. И вот вчера какие были у нас события. Приезжал митрополит. Он где-то был в отъезде. До этого я ходил еще напомнил. Бумагу оставил. Приглашаем. В епархии его нету. И вот уже суббота. Уже вечер. Его все еще нету. Нету Барнаули где-то далеко. Ну и видимо. Ему сообщили. А может и сам он у себя пометку сделал. Ночью я утром встал. Кажется 8 смс бросили. С епархии мне там. Дьякон. Что владыка утром едет к вам. Он из самолета только вышел. Там заехал еще там одежду или что взять. И сразу к нам. Ну приехал протодиакон. Дьякон молодой мальчишка там. И подиаконы. Ну и такое дело. И все это мы записали. Засняли. Чем он хорош еще никогда нигде не скажет что не записывать. И за столом я говорил очень строго о канонах. Что нарушает. И дьякона этого извергать надо. Что 23 года он. Ну вот все. Я этим порчу отношения конечно. Ну. Это ни одного дня делал. Это наша жизнь. Нарушают. Нахально. Как говорится подло. Крещения то нет нигде. Лбы мощат. И все это показано. Ну почему в воде то не погрузить то. Ну явное дело что проклятие. Кто дело Господне делает небрежно. Иеремия 48.10. Я высказал их что отвечать же будете за все это. Почему же нет. Ну. Богослужение Володя снимал тут. И я сбоку там с другой позиции. Тоже кое-что был причастником. Причастился. Причащал митрополит. Вот вот для еретиков разных. Которые понабились. Миссионерские отделы. Как они лютовали. Да это не игрушка. Вы остались одни. У вас теперь нету. Ну. Зарубежная церковь сказали. Ну вычеркните их. Пусть они живут так. Чтобы им можно было сказать. Ой. Нас не числится. Сделали. А архиереи служат. И произносят. Святейшего патриарха. Кирилла вчера. Послушайте как он. И первый иерарх. Русской православной. Зарубежной церкви. Митрополита Илариона. Североамериканского. Там перечисляет. И несколько раз. А там диакон. Чего бы он служил то здесь. Так это же не один день. И в Потеряевке. Сколько раз здесь был. Им надо чтобы не так было. Этим злодеем. Ну. Каждый получит свое. Это за наше прошлое. Тут страдания. Был епископ. Гонение было. Гонение просто. Травля. Или вот сейчас мы относимся как бы к славгородской епархии. Прислали. Архиерея. Епископа. Нового руку положили. Разбили эту местную барновельскую епархию на три. На четыре или даже. Епархии. И туда прислали видимо с западной Украины. Фамилия Понич Владислав. Никогда у нас не был. Ни на одно приглашение не отвечает. Никак. Даже никак. С первого дня только явился и сразу объявил нам войну. Лютую войну. Как это так. Какой же он бьет. Разбой. Который священники приезжали на все торжества. Всех вызвал или как. Предупредил. Значит окажешься за воротами. Какие он слова говорил я не знаю. Но факт тот что они так. Сказали потихоньку. Чтобы угрожал. Угрожал. Ну а что сделаешь. Господь дает испытания. И все которые ездили священники. Ни один больше никогда не приехал. Ну все эти зла. Это волк лютый. По другому не назовешь. Ну можно хоть какие то меры принимать. У нас сестра. Тут одна. Нина Жолнирова. Приехала на родину. К Лачкире Брихинского района. Это правда к другому району относится уже. И она стоит на улице. Не запускает за то что она с нами знается. Стоит в валенках зимой на морозе. Вот у нас сегодня 34 градуса кажется. Но это же все равно 34. Это мороз. А у нее валенки протаивают до земли. Не запускает даже в храм. А отрекись. Ну злодеи. Подлинный лих патриархийный. Как я назвал. Она приехала и говорит. Я говорю это не жалуясь. Еще вопрос. Чтобы люди понимали маленькие. Хотят нас туда затынуть. Чтобы мы репатриарши. И они над нами измывали. Да сохрани Бог. Вот это самая правильная позиция у нас занята была. Еще когда даже и соещаний за рубежом не было. Признание акта о каноническом общении. Ни о каком объединении речи не было. Ни одного слова. Но что уже видно. Они там скрывают. Даже записывать не давали на магитофон. Свои же. Так вы же против КГБ были. То же самое. Те же самые. Ухватки и все. Наши ездили отец Аким. И врач краевой больницы. Виктор Андреевич Яковлев. Это он все рассказывает. Ну так и было. А мы никуда не двинулись. 13 юрисдикций. Все распузырились куда хочет. Мы никуда не двинулись. Как были такие регистрации. Все остается. И мы до этого, до совещания признавали благодатность Московской Патриархии. Я вчера здесь был. Архиерей зашел ко мне в комнату. Посмотрел, как я тут живу. Где работаю. Показал ему голубей в комнате, которая у меня. Я говорю, журнал Покров. Это ваш журнал? Да, это семинаристов. Я говорю, а что они пишут-то? Вы считаете? Ну не всегда удается. Я говорю, слушайте, взял, открыл, скрыл. И он насторожился. Как говорится, напрягся. Ему было бы неприятно слышать, что они против. Когда он запретил. Даже слово нигде не дает сказать против нас там. А я... Ну, там все это потеряев. Потеряевку написано. Где и как. Какие у нас обычаи. Какая строгость во всем. Ну, все, гляжу, он глазами-то смотрит. И где же плохо-то сказали. И в конце это все статью написал доктор богословия, профессор. Там, ну, такие звания его все. Московского патриархата. Павел Бачков. И говорит. К Игнатью по-разному относятся. Ну, куда денешь те тысячи людей. Не десятки, не сотни, а тысячи. Которые пришли в патриархию. В патриаршие церкви. И закончил. Он говорит. Тут плохо нет ничего. Я говорю. Нет. Он ожидал, видно, плохо. Тут против-то ничего нет. Я говорю. Нет. Нет. Ну, главное-то что. Видите, люди это понимают. А как? Это труд. Большой, сложный труд. Ну, тут уже он из пути. Много не пришлось говорить. Но они своими глазами видели, как у нас тут. Между иконами, надписи из Библии. Наша община благовестническая. И все. Идите и пропадывайте в Англии. Все твари, вывески висят. И везде Слово Божие. И он считал. Когда сидел за столом. Я рядом с ним сидел. Прощущался от него. На душе умиротворения. Он говорил Слово. И главное, что. Видимо, это решение ему пришло здесь. Я так понял. Батюшка за неукоризненное служение 40 лет награждается наперстным крестом с украшением. Какое украшение, думаю. Оно кровью облитая. Ну, что вы. А это он должен дать. И он с себя крест снял. И на отца Акима надел. Ну, а это награждение-то. Ну, а потом, как он приобрести должен, видимо. А потом снял его и опять к себе. Мы сидели за столом еще, посмеялись. Я говорю, вот 40-то лет. А ты 40 лет, батюшка, 40 человек-то привел или нет? Родил ли их отец, отец. А отец ли ты кого-то родил-то? Я ему все время выговариваю это. Ну, и архиерей это все слышит. Вот эти. Ну, много не скажешь. Все-таки торжественный такой день. По-хорошему все проводили. И вот он уже в машину все сели. Он ко мне пошел. Я на территории тут и живу церковной. Рассказываю ему. Его отношения к нам говорят. Да это он только так, это для виду. Нет, тут любой увидит. Его глаза, улыбка, объятия, поцелуи. Ну, не надо быть архиерея, называть лицемером. Чур, да кто я такой, что передо мной заискивать было? Это, ну, вот я, допустим, преподавал занятия Алтайском государственном техническом университете. А ректор там был и в Сигнея Владимир Васильевич, высокого роста, такой импозантный мужчина. И доктор там, и академик, и еще только не было. И вот приходит на занятия наши, пригласили. Главное, с поклоном подойдет. И к народу обратится, аудитория полная. Я преклоняюсь перед этим человеком. Обнимает и целует. А я за кафедрой стою. И где бы он ни был, при профессорском составе одинаково. Выйдет из-за стола, встретит, поцелует и скажет. Вы знаете, кто это? А кто меня знает-то? Кому я нужен тут? Нет, он говорит, а это вот человек с такой биографией. Я преклоняюсь перед ним. Это у него всегда звучало. Вот так Господь делает. Ну и весы выравниваются. Один поносит, другой говорит. Ну вот я называю двух только человек. Так я назову еще. Который при всех не стыдился и такие давал характеристики, что я вношу особый большой вклад в оздоровление нравственности Алтайского края. Это прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Ну я могу назвать десятки заводов, директоров, ректоров, там пониже рангом, председателей. Это Господь делает так. Зам. губернатора Шойхет, еврей. Яков Нахманович приезжал по Теряевку. И какое отношение его было. Вот вообще. Все-все лицемерят передо мной. Да чего ради? А один говорит мне, мэр города, мэр города. Да этот обнимет, из рук не выпускает Баварин Владимир Николаевич. Это тоже лицемерие. Ну зачем говорить-то? Ну то есть им хочется, чтобы так было. Ну, может и так будет когда-то. Но сегодня вот такая обстановка. Да и вообще много друзей. Я уж не говорю журналистов, редакторов, председателей разных там обществ, сообществ. На телевидении и везде. Это Бог делает. Потому что одни поносят, а другие... Я не ищу никакой похвалы. Мне это ничего не дает. Но дело в том, что я занимаюсь этим делом. Вот выставляю тут, отвечаю на вопросы. И люди бьют-то не столько по мне, сколько по тем людям, которые со мной. Им, конечно, это печально, обидно. Да как это так? Они всегда лгут. Непрерывно. Притом стопроцентно лгут. Хотя бы зацепка какая-то была. Вообще ничего этого нету. Нигде. Они нападают, священники. Там радиостанция Благовест сидят. Я их называю ДС. У них фамилия почему-то. На Д и звать на С. Вот надо же так. А я говорю, дьявол, сатана. Когти тощит. Ну ничего, ничего нету. Одно такое вот приехал богослужение, при счастье. Все это покрывает. Это вчерашний такой день, события дня. Это событие для нас значимое. Большое. Сестры тут приготовили. Гляжу, утро сидят. Там маслом хлеб намазывают. Сверху красную икру намазывают. Это все. Ну, хорошо. Там две клеенки новые купили. Я возьми, да в слух скажи. Ради вас купили, владыка, чтобы... А батюшка, до того ему неудобно, что я это все говорю-то. Сидит на меня, не глядит даже. Ну, я действительно говорю так. Если не приехал, так и зря мы истратились. Я говорю, как одной сказали, сегодня с тебя сватать придут, так ты хоть шею-то вымоешь, чтобы тебя видно было. А если не приедут? Я буду как дура с вымытой шеей-то доходить. Вот у нас так же. Мы тогда клеенки спрятали, еще когда придет. Он не знал, что здесь, в Барнауле, а они в Потеряевке. Говорит, как туда ехать-то сейчас? Даже ехать он хотел. Ну, никак, батюшка, здесь. А здесь, так это проще. Вот сейчас нужно мне позвонить ему, сказать, что мы все выставили. Мы ни слова нигде не добавляем. Мы ничем его не огорчили. И он нас не огорчил никак. А говорят, которые были там, у него необычное здесь служение-то было. Обычно он там распекает, которое не так. А у нас что будет распекать? У нас дисциплина. Даже которые заходят и подъяканы. Говорят, вы бритые. Если бы не архиерея, вот эту экономию тут мы проявляем. При архиереи мы ничего не говорим. Вы бы стояли вон там в коридоре за дверями. За дверьми. Вот и все. У нас не положено, что бритые. А вы в алтаре стоите. Но они услышали. Пояса показать. Вот так. Подъясаны должны быть. Что архиереи? Архиерей тоже человек. Как его встречали. Прям с улицы заходят. Это у нас все снято. Я вчера тут еще два ролика поставил. И всего четыре уже ролика. Но это два часа двадцать две минуты. Полное богослужение. Рахиль пишет. Будем продолжать распространять Сергея ролики. Козлова умер, который по соцсетям. Дабы благовествование не остановилось. И чтобы многие еще были бы призваны через те ролики к истине Христовой. Вечная память брату нашему и вечный покой. Тот пишет. Дорогой Игнатий Тихонович, сочувствую вам. Вы так устали. Поздравьте от меня отца Якима Сибелием. Да благословите его Господь. Еще послужить во славу Божию. Галина Влеське пишет. Главное, что она делает записи в комментариях. Она активно такая приезжала тут. Была сама за рулем. И сказал. Истинно говорю вам. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. От Матфея 18.3. Со святым причастием Христовых тайн, дорогой Игнатий Тихонович, сестра Татьяна и младенцы вашей общины. Сестра Татьяна Капустина. У нее сегодня-завтра там что-то должно быть. Проверкали, на операцию ложиться. До того жалко. И младенцы. Кто причащались с сорокалетиям пастырского служения людям отца Якима. Многое благая лета вашему пастырю. Да так. Николай какой-то кутас. Игнатий Тихонович, это, видимо, вы меня упомянули. Мой когда-тошний комментарий, когда сказал, сказали, я бы ему рубанул. Поначалу, просмотрев ваших видео, вы дико бессилие раздражали меня. Но спустя непродолжительное время я увлекся. Стал мысли другими категориями. И я осознал определение термина смирение. Я забираю так свой комментарий обратно и очень раскаиваюсь. То есть дезавуирует свою подпись. Поспешный вывод сделал. Молод я еще. Но ваш канал и молодых подводит к мудрости. Спасибо за понимание. Тут пишет добрый плотник. Глубина знаний и опыт хождения перед Господом делает Игнатий Тихонович единственным маяком во тьме нового времени. Сергей Абинцев. С таким учителем даже Никита станет человеком мира. По себе знаю. Только время надо. Деда, великое дело делаешь. Хоть доля твоя незавидная, языком учить намного сложнее, чем палкой. Вот тут не знаю, как, что хотел сказать гуру Гусейна. Рустам. С двух слов сделал такой гуру. Я вот начал Новый Завет читать и плавно скатываясь на ваши видеоролики. Игнатий Тихонович давно не смотрел. Прям наваждение какое-то. Душа просит истинной христианской жизни. Снился сон, как будто меня кто-то тянет за ноги. Я увидел в нем, что вы как бы канатом меня к себе приволокли. Это все молитвы ваши. Только что хотел задать вопрос вам и сразу же выползает видеоролик с готовым ответом. Как всегда, в общем-то, уже не удивляюсь. И сколько говорят в разных местах и такой редкий-редкий вопрос задает человек. Только включил тогда-то середину ролика. Камера уже работает. Хотел с вами выйти на видеосвязь. Только я бритый. Напишите, пожалуйста, когда можно, когда будет время. О, я ему ответил. Вот можно показать. Это вот мой мир. Это я на почте нахожусь. И в моем мире тут много что может быть. Вот оно, как выглядит. Если там я с голубем стою, так это контрольное. Писать надо вот сюда вот. Вот Наташка Лисицына. Наташка. Вот, просчитать ее. Я не знаю, кто с чего. Так что, если там не хорошее написано, тут нет. Просто открываю. Просчитать. Добрый вечер, отец Игнатий. Сегодня посмотрел видеочат ваш с отцом Наумом из Грузии. Отец Наум, он из монастыря Кинцви. Слышал об этом монахе, об этом монахе, от одного грузина, как отец Наум лечит людей, молиться за них. молитвы, не знаю, еще отвечать. Она, видимо, спуталась с кем-то. Отец, какой монастырь, он женатый. Ну, в общем, так. И наш форум. Вот как он выглядит. Ну, это, само собой, наш видеоканал. Сейчас обновлю, узнаю, узнаю, что сегодня. Вот я выстоял утром. Вот. Еще тут выстояли. Обед и Слово о канонах. Это я говорил вчера. Уже 62 посмотрели события. Дальше. Полное богослужение с митрополитом Сергием. Ну, это 2 часа, 2 минуты. 13 человек посмотрели. Ну, вот. А вот Володя тут посчитал про Николая Николаевича Неплюева. Тут 30 у него. А вот где мы беседуем в чат-рулетке? 74. Самый популярный оказался. А, нет. 74. Да, истинно так. Ну, вот. И показать надо где-то наш сайт. Вот он какой. Первый, который был открыт. Ничего этого не было. Ни вопросов, ответов. И кто-то посмотрел и говорит, а чего он такой бедный у вас? А я книги только выставлял, когда писались. Ну, вот так. Теперь по-другому. Ну, как будто бы и все. Вечером у нас было вчера, как всегда, занятие. Самые чистые записи у Бориса Семеновича. А у меня тут две системы записывает. Авто, да еще на ролик. То есть, три. И все три я свои не принял, а его принял. У него меньше оно по размерам как-то получается. Все на этом. С Богом.